Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим снова про черный рынок, но теперь в финальное видео мы просто подведем итоги, потому что кто это сделает, если не я? Заранее прошу прощения, если вдруг как-то видео получится не совсем качественным, я имею ввиду в плане голоса, потому что я немного приболел и поэтому, если что, извиняйте. Сегодня мы поговорим про черный рынок, подведем все-все-все абсолютные итоги, разберем кратенько все 14 машин, что было по ставкам, немножко сравним с прошлым годом и как бы закончим эту историю в 20-м году. Что у нас вообще получилось? В этом году было 14 предложений, из них было 6 простых лимитированных лотов, то есть как бы обычно, 7 аукционных танков, то есть это было в новинку и один бесконечный, это тоже было в новинку. То есть появилось что-то новое, да, не совсем вот так вот просто, на, раз тебе дали и все. Здесь теперь появилась вот такая вот штука. Следующее, сколько было серебро, сколько было за золото? Допустим, допустим, в 2019 году, это честная статистика, было 6 танков, 6 лотов за золото и 9 за серебро. В этом году с точностью наоборот, 9 было за золото и 5 за серебро, то есть на один лот поменьше. То есть вот так вот. Также здесь на черном рынке в 2020 году были 2 обычных лота, это AMX 1357 Grand Final и Panzer Kaufwagen 38H735F. Было 3 аукционных машины, это Karin Arvon Action X, новый 3D стиль, дело тонко на Объект 261 и BTSV. Они не были проданы до конца, то есть именно вот эти, так сказать, лоты не были проданы. Допустим, AMX 1357, для многих может показаться, да супер машина, я в принципе согласен. Но из 35 тысяч штук осталось 23 911. Ну то есть в принципе 24 тысячи. Продано было 11 тысяч экземпляров. Как-то вот так. Смотрите, первый лот был Lans NC. Обычная продажа за серебро 8500, количество 40 тысяч штук. Раскупили за 2 минуты и 1 секунду. Вопросов 0, для многих это действительно остался самый любимый лот и как бы самый такой привлекательный. Сразу потратились. В принципе, я согласен, танк очень хороший, поэтому те, кто купил, поздравляю. Здесь как бы ничего нету. AMX 1357, как я уже сказал, это был второй лот за 7 тысяч голды и количество 35 штук. Не были проданы, осталось 24 тысячи почти. То есть продали 11 тысяч, 23 остались. Ну, если честно, AMX 1357 много раз уже выходил в продажу, поэтому я думаю, с этим как-то связано. Следующая, Chrysler. Аукцион многие сначала как-то недооценили это, но потом, как же они его восхваляли. Сколько комментариев читал, да и просмотры. У меня вот видео есть про Chrysler, если кто не видел, перейдите там, как его начали расхваливать. А до этого обсирали. Здесь минимальная цена, то есть ставка была 3 миллиона. Количество 40 тысяч штук. Наибольших ставок, ну, 40 тысяч штук выигрывало. Минимальная ставка составила 9200. В принципе, 9200 за премтанк 8 уровня, который вам нафармит больше. Я считаю, это в принципе норм. Следующий лот, четвертый. Вот здесь вообще полная ахинея. Я не знаю, с чем это было связано и почему так все получилось. Это левша. 10 тысяч экземпляров за 300 голды. За 300, Карл. Она никогда так не продавалась. Даже в то время, когда она только-только появилась. Это слишком дешево. Я не знаю, с чем это было связано. Как по мне, здесь какая-то ошибочка. Наверное, вот нолик забыли дописать. 3000. И раскупили. Это, наверное, самый быстрый лот был. За 15 секунд. Все, вот просто щелчок и нет. Я уверен, многие даже не успели купить. Следующий это СУ-76. Обычная продажа. Цена 15 тысяч голды. 5000 экземпляров. И раскупили за 1 минуту 56 секунд. Один из этих пятитысячных людей я купил. И в принципе, ну вот есть она 15 тысяч голды. Да, я куда-то может еще просадил. Но она есть. Я иногда поиграю на ней. Прикольно. В принципе, и понагибать можно взводом. Так вообще можно всех поубивать. Следующий это шестой лот. Это Каренарвон Экшн Икс. Здесь уже аукцион в голде. Минимальная ставка 5000 голды. Количество 40 тысяч штук. Ну, наибольших ставок. Угадайте, какая минимальная ставка была. А была не все. Ну, то есть была 5000. Потому что были проданы не все танки. То есть даже 40 тысяч человек не поставили. То есть ты мог минимальную ставку ставить и забирать. В принципе, за 5000 золота, если бы я знал, я бы, наверное, даже прикупил. Потому что, ну, это неплохой лот за такие вот деньги. FV215B183 за 22 миллиона. 55 тысяч штук. И все они разлетелись. Ну, не могу сказать, что прям так быстро. Но за 10 минут и 28 секунд. То есть вот такая вот продажа. И я ее тоже купил. Это мой второй танк был, который я купил на черном рынке. Следующая. Тай 59 голд. Аукцион. Цена минимальная была. 22... Ой, 20 тысяч голды. Количество 5000 штук. Минимальная ставка составила около 26500 голды. То есть вот так. Я представляю. Некоторые ставили по 70 тысяч. По 60. То есть там столько золота. Если бы была подробная статистика. Там просто жесть. Сколько. Ну, вот за 5000 экземпляров. Сколько там голды выбили с игроков. Это просто ужас. Следующий лот. Многие прям сильно бомбили от него. Это Геочкет. Спанзер Кауфаген 38А735Ф. За 9500 голды и 10 тысяч экземпляров. Раскупили не все. Было продано. И осталось 4249. Ну, то есть, короче, 6000, грубо говоря, продали. 4000 осталось. И его бы не раскупили. По-моему, даже если бы еще месяц он был. Вряд ли кто-то купил бы. Вот это, конечно, очень такой спорный лот для многих был. Следующий это Шварн Спанзер 58. Обычный мут с минимальной ставкой за 3 миллиона. Количество 60 тысяч штук. И все люди поставили. Все поставили. И минимальная ставочка сыграла 6 миллионов 111 тысяч. Вот такая. То есть, Крайслер за 900. Этот за 600. То есть, уровень десятки. В принципе, это нормально. Потому что ты потом это все отобьешь. Одиннадцатый лот, что мне он очень помог. Потому что скоро уже и объект 260 у меня будет. Потому что я как-то не выполнял, не выполнял. Сейчас все-таки решился, начал. Это 3 бланка приказа для ЛБЗ первой компании. Многим, конечно, это показалось несправедливым. Потому что кто-то выкупал арту. Кто-то прокачивал ее. Закупал и играл на ней. А кто-то, допустим, да. Вот купил 3 лота. И практически ветку может закрывать. Ну, то есть, здесь туда-сюда. За полторы тысячи голды лот был бесконечный. То есть, покупать могли все. Я сначала подумал, что можно закупить этих бланков вообще сколько угодно. И просто закрыть все. Нет. 3 бланка. И правильно то, что сделали. Если бы вели бы это в общий доступ. Типа, можешь покупать сколько хочешь. Там бы десятки просто на Объекте 260 и на FV215B. Все бы бои строились. Вот ебово. 12 лот. Это новый 3D стиль был. Дело тонкое. На Объект 261. Минимальная цена в голде 261. Вот голда составляла ставка. 100 тысяч экземпляров. Были распроданы не все. И мы могли 261 золото поставить. И, в принципе, заполучить. Это стоило очень дешево. Но смысл брать стиль на Объект 261, если я не буду его качать. То есть, как-то так. 13 лот, за который мне наиболее обидно. Очень обидно. Потому что я его сильно-сильно хотел. Это Panar EBR FL10. Ну, Panar EBR 75 FL10. Аукцион. Минимальная ставка 10 тысяч голды. Количество 20 тысяч было. Я думал то, что ставки будут очень-очень большие. Но по факту, когда я начал ставить, у меня не хватало голды. Я докупил и поставил 12500. Надежда на то, что вдруг Прокнет сыграет. Хотя, сколько читал комментариев. Все там 15 тысяч, 20, 25. И потом смотрю 13 тысяч. То есть, мне 500 голды не хватило. 500 одной. Это сколько? Это сейчас рублей 110, где-то 120. Да, вот я бы закинул. И он у меня был. Я бы это сделал. Но, к сожалению, я не знал то, что такая ставка будет. Я очень себе хотел этот танк. Но получилось вот так. За это мне обидно, досадно. Но, ладно. Надеюсь, что как-нибудь его заполчем. Ну и 14-й лот. Последний БТСВ. Для многих это тоже стало просто взрывом пердаков. Потому что минимальная ставка 10 миллионов серебра. Я понимаю, если бы был год 2014. Хотя на то время 10 миллионов серебра. Это очень большая сумма была. В принципе, как и сейчас. Но на то время еще больше. Количество 20 тысяч штук. И, конечно, не все продали. Потому что... Ну, потому что, блин. Ну, кому четвертый танк? Я понимаю, 15 тысяч голды за Су-76. Это тоже бесспорно. Это дорого. Но там хоть есть какая-то имбовость. На которую ты можешь нагнуть. Здесь же... Ну, это вообще просто для меня немысленно. Возьмите какой-нибудь там четвертый уровень. Хедзер. Или еще что-то. И будете играть гораздо успешнее, чем на БТСВ. Ну, то есть, как бы... Для меня показалось это очень-очень странным. Как-то так, ребят. Это вот полные итоги нашего черного рынка. Пишите свои комментарии. Остались ли вы довольны этим? Не остались ли вы этим довольны? Также напоминаю то, что в описании есть ссылочки на пакеты Твич. Теперь можно через меня покупать. Они стоят там по 100 рублей. В принципе, дешево. Я как-то давно их покупал. По-моему, за 200 даже. Вот. Если кому-то нужно, переходите. Ну, и в принципе, все. Если вам понравилось видео, то поставьте, пожалуйста, лайк. И, пожалуйста, еще раз подпишитесь на мой канал. Сделать это очень-очень просто. И я буду вам, ну, безмерно рад. Честно. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!